МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все они говорят, что не будут давить на молдавских политиков и заниматься вопросами формирования правящей коалиции. Но пресса недоверчиво ищет опровержения. В принципе, это понятно. На этой неделе должно решиться. Или формируется власть, или Молдова идет на досрочные выборы. Какой из вариантов вероятнее, давайте разбираться вместе. Вы смотрите Полюс, где мы с вами на одной стороне. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И я представляю гостей, которые добрались сегодня до Полюса. Это депутаты парламента Владимир Цуркан, представляющий партию социалистов. Добрый вечер. Добрый вечер. Владимир Боля, партия ПАСС. Здравствуйте. Добрый вечер. И политолог Эрнест Варданян. И вас рада также видеть. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, вот в своем вступительном слове я так кратенько обрисовала атмосферку, которая, как у нас говорят, сложилась. Давайте посмотрим на эту ситуацию с точки зрения фактов. А факты таковы. Последние буквально дни до того, как решается судьба, будут ли в стране досрочные выборы, в маленькую страну приезжают представители трех ведущих политических зарубежных, назовем их партнерами. Все они говорят, что они ни в коем случае не будут ни на кого из политических сил в стране оказывать влияние или давить, как вы хотите. Но, тем не менее, эти визиты называют знаковыми. И именно от них якобы должна решиться судьба той самой коалиции, которая уже формируется у нас несколько месяцев подряд. Как эти факты, если собрать и интерпретировать? Что получается у нас в итоге? Владимир Иванович. Ну, что получается? Получается, что Молдова представляет интерес. Будущее Молдовы тоже представляет интерес для всех трех основных, вы очень правильно подметили, игроков мирового уровня. Не просто европейского, а мирового в том числе. Учитывая, что есть гость еще и из-за океана. Значит, из того, что мы уже на этот момент, на этот час имеем, действительно, все они, трое, заявили, что они не собираются вмешиваться во внутренние дела Молдовы с точки зрения указывать кому, с кем, как и почему. Ну, во всяком случае, если говоря, к примеру, о спецпредставителе президента России Путина, там его статус более четко определен в этом смысле, что он действительно не собирается вмешиваться в этом смысле, потому что он спецпредставитель по торгово-экономическим отношениям между Молдовой и Россией. Действительно, у нас там застой страшнейший в этих отношениях, в том плане, что на официальном правительственном уровне ничего практически не делается уже три года. Месправкомиссия 2016 года не заседала. И только благодаря усилиям президента страны и тем договоренностям, которые были достигнуты с президентом России и реализации этих договоренностей, правда, краткосрочных, и 1 июля истекает срок одной из серьезнейших договоренностей, а именно о том, чтобы убрать таможенные пошлины. И, кстати говоря, цифры, показывающие, насколько эффективно это было для экономики Молдовы, для производителя Молдовы, для граждан Молдовы, эти цифры еще раз подтверждают, что действительно в десятки процентов увеличились и экспорт и свежей продукции, и консервов, и вино практически на 40, если не ошибаюсь, процентов. И в целом товарооборот за первый квартал этого года благодаря вот этим договоренностям, этого снятия этой пошлины увеличился по сравнению даже с прошлым годом. То есть очень четко можно очертить его перечень вопросов. И в данном случае та встреча, которая должна состояться, наверное, уже состоялась у господина Козака с представителем правительства, с премьер-министром, видимо, она должна в этом смысле в том числе и дать ответ, и он должен получить ответ, высказать свою позицию, позицию России, я имею в виду с точки зрения динамики и перспектив развития товара, экономических и товарных отношений, комических отношений с Молдовой. Ну и, соответственно, услышать позицию исполняющего обязанности примера. Но при этом понятно, что у тех актеров, потому что в программе у него в том числе есть и встречи с лидерами, представителями тех партий, трех основных, которые сегодня являются парламентскими фракциями. И здесь, наверное, естественно, чего мы будем тут греха ответить, интерес, услышать их позиции. Это нормально, это совершенно нормально. Господин Ханн, я так понял, он приехал по приглашению непосредственно блока АКУМ. Так было заявлено. Да, так они сказали, что они еще раньше, да? И, в общем-то, он чисто политический деятель, скажем, на уровне Еврокомиссии, Еврокомиссар. И, естественно, Еврокомиссию интересует и беспокоит, какова судьба дальнейшего выполнения соглашения в Евроассоциации. И в этом смысле у него, наверное, больше поводов и оснований для того, чтобы как-то более четко расставить акценты содержания той беседы, которая была между представителями АКУМ и Ханом, ну, из его, значит, пресс-конференции он уже улетел. Я не очень до конца уловил, что там происходило. Ну, не знаю, может быть, сегодня мы что-то узнаем от коллеги по платоту. Значит, а вот визит американца, визит американца, для меня лично это пока под таким туманом находится. Кто его пригласил конкретно, его инициативы, или каким образом это все произошло. И содержание беседы аналогичным образом. В любом случае. Их не зовут. Говорит Эрнест. Да, 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 да. Их не зовут, они сами приходят. У них есть регулярный график посещения тех регионов, за которые они отвечают. Ну, этот график совпал с этой ситуацией, что осталось неделю до формирования. Все в один день. Поэтому в любом случае, так или иначе, но эти визиты в какой-то степени должны будут дать дополнительную информацию для игроков, для фракции парламентских для того, чтобы принять окончательное решение по поводу, что делать дальше. Либо формировать полицию, либо идти на досрочные выборы. Спасибо. Вы начали тоже уже по перечню приглашенных. Вот давайте так, этот перечень политиков Российская Федерация, ЕС, Соединенные Штаты Америки, все-таки это случайно или нет? И как вот вы, когда узнали о том, что вот эти три чиновника к нам прибыли, как вы себе это объяснили? Ну, я узнал о прибытии трех чиновников на прошлой неделе в разное время, в разных обстоятельствах. Конечно, я удивился, задался вопросом, как такие совпадения могут быть. Я в такие совпадения не верю. Но все-таки в этой ситуации не буду углубляться в конспирологию. Да, решили приехать, почти одновременно приехали. Ну и хорошо. Ну и хорошо. Я считаю, что визит каждого из трех высокопоставленных людей, у каждого, конечно, свой уровень, свой круг работы. Но так или иначе, они полномочные представители своих стран, если мы говорим о России и США, либо полномочные представители 28 пока еще государств Европейского Союза. Поэтому я не буду искать черную кошку в темной комнате, особенно, когда ее там нет. Это вопрос, конечно, дипломатии, конечно, двусторонних отношений. Конечно, заинтересованность внешних партнеров в какой-то перспективе, да, в стабильности в Республике Молдова. Я надеюсь, что сегодня они получили ответы на свои вопросы. И более-менее картина для них ясна. Другое дело, что пока она нам не ясна. Ну, я думаю, что мы это узнаем в ближайшее время. Ну, это для нас уже дело обычное, да. Поэтому я отношусь к этому тройному визиту с большим, я бы сказал, в некотором даже смысле пиететом. То есть, на моей память, это первая встреча, когда одновременно съезжаются дипломаты, политики такого ранга, Республика Молдова. Я сейчас не говорю о Приднестровском регулировании, потому что там приезжали в основном на уровне послов, каких-то полномочных представителей строго в рамках какого-то отдельного вопроса. Сейчас мы видим целого вице-премьера Российской Федерации, мы видим главу отдела Госдепартамента США и целого Еврокомиссара. То есть, это очень высокий уровень, который говорит нам о заинтересованности всех трех внешних партнеров в сохранении нормальных отношений с Республикой Молдова. Но и одновременно они все трое, каждый по отдельности и все вместе, они хотят понять, с кем они имеют дело в Молдове, чего ждать от их собеседников и никакого развития ситуации ждать дальше после того, как они уедут из Молдовы. Спасибо. Господин Боля, вы как? Объясните это все. Во-первых, я хотел бы сказать, что это происходит на фоне того, что последние три месяца после выборов у нас практически были какие-то начинания со стороны социалистов или со стороны блока АКУМ, устраивать какие-то переговоры, что-то мы пытались договориться до чего-то, кто-то приглашал, кто-то приходил, кто-то приглашал, кто-то не приходил и так далее. Осталось очень мало времени, в принципе, если конституционный суд скажет, что это 9 или 21 числа, мы еще не знаем, но в принципе осталось очень мало времени и безусловно я рад, что в конечном итоге у нас все как-то так сполошилось и появилась политическая жизнь, настоящая. И вот все вот эти три человека, которые приехали, я двоих слушал. Сегодня вот по дороге я ехал с Чемишлей, я слушал брифик господина, он казак или козак? Казак, правильно, да. Господин Аказак, но некоторые писают там через у. Нет, он козак, но просто ударение. Абсолютно точно, что казак. Молдову привычки называют козак. Я слушал господина... Казака. Казака. Нет. Хана. Хана, да. Да, Хана, когда он улетал, у него тоже была пресс-конференция. Конечно же, это два политика, которые заинтересованы, потому что это наши основные экономические партнеры. Конечно, их интересует, чтобы в Молдове все развивалось хорошо, и не только в экономическом плане, но и в политическом, социальном, потому что мы являемся соседями с Евросоюзом, никому не нужен какой-то неуравновешенный партнер на границе с Евросоюзом. С Россией нас связывают, конечно, другие какие-то исторические моменты, политические моменты, хотя вот мы последние три года, если не сказать больше, у нас особых экономических отношений нет, но я слушал господина Казак, и мне показалось очень уравновешенная речь, очень умиротворенная, ничего такого категоричного я не слушал, я его очень внимательно слушал, всю его речь, в принципе, то, что он говорил, и об отношениях социалистов с правыми партиями, о выборе народа, об изменениях избирательной системы, о проведении избирательных процессов в Молдове, они должны быть прозрачными, они должны соответствовать требованиям Еврокомиссии, Венецианской комиссии. То есть, если бы на эту встречу пришли вдруг Майя Санду и господин Анастаса, ничего бы не случилось? Насколько я знаю, там меня просто не было в Кишине, там ведутся какие-то переговоры, но в принципе, я слушал господина Казак, мне показалась очень-очень уравновешенная такая политика, что касается Молдовы. И доброжелательная, наверное. Доброжелательная, ну конечно, да, очень доброжелательная. При том, что он очень хитро начал свое выступление, он говорит, я впервые здесь за 15 лет. То есть, он вспомнил 2003 года, ну конечно, да. Но этого никогда он не забудет, поверьте мне. То есть, негативные воспоминания все-таки у него были, но связаны они были, будем надеяться, исключительно с той властью. Тем не менее, несмотря на то, что на самом деле обсуждали обширный круг вопросов с господином Казаком, я сейчас говорю о встрече с президентом, там были четко даже направления, да, мигранты, опять же экспорт, ну мы знаем, о чем общались они, социально, да, пенсии опять вот те же. Все-таки была и политика, и все-таки журналисты не были бы журналистами, если бы они потихонечку не вытягивали с господина Казака, что он думает, да, о формировании коалиции. Вот я зачитаю себе эту цитату, значит, он заявил, что по его экспертному мнению, это должен быть союз с избирателем, первонаперво. Вот это очень хорошее слово. Дальше. Союз должен быть с теми политическими силами, которые готовы на временное коалиционное соглашение, чтобы потом провести честные и прозрачные досрочные выборы. Поясняйте эту позицию. Я очень удивился, будучи на брифинге, услышав своими личными ушами эти слова, я очень удивился, потому что, во-первых, для политиков такого ранга не свойственно строить откровенные заявления, тем более, когда они находятся в другой стороне, говорят о внутренней политике другой страны и прекрасно понимают контекст, в котором находится, где каждое слово будет умножено на 10, раздутые и так далее. Тем не менее, Казак, будучи невероятно опытным аппаратчиком, политиком и дипломатом, учитывая его роль в 2003 году, все-таки решил быть откровенным, и это очень интересно. Во-первых, его слова о том, что нужно создавать коалицию с избирателем, это месседж всем трем политическим партиям, который означает в переводе, ну, по моему мнению, конечно, в переводе на простой язык, это означает вот за вас голосовали люди, вот поступайте так, как от вас ожидают люди, которые за вас голосовали, потому что вы представители народа. Довольно прозрачный месседж, ну, посмотрим, кто как его интерпретирует. Вторая часть, вот ваша цитата, это более чем замечательная. Она еще интереснее. Замечательная цитата, потому что она фактически повторяет слово в слово то, что и ваш покорный слуга, и некоторые другие представители экспертного сообщества говорили на второй день после выборов. Так, самая ситуативная коалиция, фактически он говорит, не называя, конечно, конкретный партий, но суть Суть ситуативной коалиции в том, чтобы найти общий язык на некоторое время, провести, как я это люблю говорить, зачистку информационного, политического пространства, то есть убрать все то, что было создано демократической партией в негативном смысле слова, да, все порождения этой системы, коррупцию, политический контроль и так далее, и потом, после освобождения всех органов власти, включая судебную систему, от олигархического контроля, перейти к стадии честных прозрачных выборов. Это очень хорошая идея, которая, еще раз повторяю, витает самых выборов. К сожалению, она пока не получила реализации, но посмотрим, как будут поступать некоторые партии после сегодняшнего месседжа Казака. Думаю, что они сделают для себя выводы, но, опять же, я не до конца уверен в том, что выводы обязательно будут причиной для конкретных шагов, то есть понять-то хорошо, а вот действовать не всегда хватает каких-то качеств. А вот мы сейчас узнаем, что думают депутаты по поводу этого комментария. Ну, насколько я знаю, у нас была близкая инференция, мы пригласили на 9 утра, завтра прямо с утра. Нет, давайте начнем с того, что, вот мне сейчас интересно, как вы интерпретируете вот это вот, значит, выражение господина Казака, да, по поводу коалиции. На временное коалиционное соглашение, чтобы потом провести честный, прозрачный досрочный. Ну, это уж как получится. Как получится. В принципе, мы пригласили... Что он имел в виду? Нет, не то, что вы. Я сейчас спрашиваю, как вы поняли вот это его выражение. Я никогда не говорил то, что имел, даже председатель моей партии, я не говорю никогда, что она имеет в виду. В принципе, он то, что сказал, он то и сказал. В принципе. Понимаете? Хорошо, тогда, господин Боля, вы молодец. Вы чувствуете, что вы уже входите вот в парламент. Вы уже так выражаетесь, как многие депутаты. Вот. Но, во-первых, мы вышли и объявили о том, что мы пригласили партию социалистов на завтра в 9 утра для того, чтобы начать переговорный процесс. Вот у нас осталось там очень мало времени, по сути, но мы можем договориться и по всем пунктам, и поменять избирательную систему и назначить день выборов, местных выборов, потому что очень сильно интересует всех людей. А спикером Денеду Горячану можете избрать? Вот надо договориться до всего. Вот комиссия должна встретиться, люди должны встретиться, сесть за стол и договориться. То есть вы не говорите сейчас, нет вообще уже? Ну, я не могу говорить. Ну, в принципе, надо сесть за стол, надо садиться. Там 25 депутатов без меня. Я не могу от них говорить сейчас, я от двух партий вообще. Но мы должны садиться за стол. Вот понимаете? Вот первые вышли социалисты, пригласили нас. Мы не пришли. После этого мы пригласили социалистов. Они не пришли. После этого шесть депутатов от АКУМ сидели и ждали социалистов. Ну, в общем, все по этой старой, знаете, ты пришел, я пришел, тебе не ма. Ты не ма. Вот именно, вот как в той песне. И вот как-то это так и было. Вот я думаю, что учитывая, что вот мы, ну, это буквально последняя стометровка. Вот это стометровка, и все, и финиш. Вот в последние 100 метров мы можем сесть за стол переговоров и договориться до чего-то. Или не договариваться. Зависит от результата. Но мы должны сесть. Потому что у нас должен быть вот этот окончательный результат. Отрицательный результат тоже является результатом. Я поняла вас. Я благодарю вас. Если позволите, я по этому вопросу. Чуть позже все-таки, да, вот реакция. Потому что я сейчас хочу все-таки разобраться с этим заявлением господина Казака. Как вы его поняли? Господин Боля вот предпочел не комментировать. Ну, во-первых, я хотел бы сразу вернуть всех нас к завершению. Тем последним словам, которые он сказал. Но, в принципе, он говорит, я встречусь со всеми. Завтра у нас будет пресс-конференция. Игорь Николаевич Дадон спросил, он подтвердил, да, будет пресс-конференция. Я думаю, что все вопросы, которые есть на этот счет, по поводу его высказания, его мнения, его позиции, какого у него сложилось, я думаю, что он завтра это выскажет. И смысла сейчас нам делать какие-то прогнозы, наверное, нет. По одной простой причине. Это мнение у него сложится на основании тех контактов, которые у него будут происходить. В том числе, кстати говоря, контакты из премьер-министрации государства, потому что это будут вопросы, связанные с позицией предыдущей, которая была правительством. И что они вот как бы... Вот здесь как бы чат... Но меня здесь, вы знаете, что смутило, честно говоря, вот, ну, господин Боля сказал, что его не было, он был в районе, действительно. Но по моей информации, Акум почему-то вдруг делегировал навстречу с казаком одного депутата, только лишь. Значит, Уазен Антой, который известен. Еще Игорь Мунтиану назывался. Ну, Игорь Мунтиану, это Зиаро Национал говорил, что вроде бы да, но последняя информация, которая у меня была, что только Уазен Антой, что само по себе... По дороге, где кто-то говорил, что увидели Мунтиану и Слусарь, поэтому я вообще ничего говорить не буду. Мунтиану и Слусарь. Владимир Иванович, я сейчас вот четко поговорю. Я это почему? Потому что в конечном итоге очень многие вопросы в связи с его даже уже высказанной позицией, наверное, можно было бы задать во время этой встречи и получить прямой ответ. И, может быть, это позволило бы еще сформировать какое-то мнение и позицию для того же Акум. Потому что, ну, вы мне извините, гости достаточно крупного калибра политики, очень крупного калибра политики, и с таким явным какие-то, ну, ладно, пойдет кто-то там или двое депутатов, но, наверное, это не очень. Очень странное кадровое решение. Если это правда, я сегодня везде недоумение нахожусь. Вот вы не даете сказать, а я сейчас секундочку, Владимир, давайте мы сейчас спросим, есть ли четкая информация у господина Поля на этот счет. Могли бы вы в течение эфира все-таки ее как-то для нас узнать? Нам это очень интересно. Я не взял ни одного телефона. Вы не взяли сервис. Жаль, конечно. Мы будем знать завтра. Мы, да, все-таки. Будем знать точно. Будем знать точно. Но тут, конечно, очень важно из первоисточника получать ответы на вопросы, которые есть у каждой политической силы, от каждого из гостей, которые прибыли. Это очень важно. Причем принимать на уровне тех, кто в конечном итоге лидеры, которые должны формировать решение. Давайте так. У нас нет информации о том, что эта встреча состоялась вообще. Да. Давайте с этого начнем. Я не могу исходить из того, что я... Пока мы говорим о намерении. Мы говорим исключительно. Готовность казака и намерение делегировать. А то, что получилось, пожалуйста, господин. Я же всегда прихожу на ваши передачи с какими-нибудь маленькими инсайдерами. Его сейчас тоже не подведу. Насколько я знаю, действительно, встреча была или нет, будет или нет, мы не знаем, но, насколько я знаю, из очень хороших источников, лидеры блока АКУМ спросили, ну, совета у западных партнеров, стоит ли им встречаться с Дмитрием Казаком. И получили четкий ответ, конечно, да. То есть, о чем речь? Сказать, что вот это странное кадровое решение состоялось вновь или нет, мы не знаем, но оно пока в теории очень странное. Переговорное решение. Мы не можем утверждать, что это странное решение было продиктовано каким-то давлением со стороны Запада. Никакого давления нет, даже наоборот, была рекомендация идите, ведите переговоры. Что они решат в итоге, не знаю. Вы знаете, эта тема звучит как-то более неуважительно, если все-таки, я сейчас рискну предположить, еще как одно из целей визита господина казака. Это то, что, понимаете, ведь на самом деле господин казак прилетел сюда, чтобы поговорить с другими политическими силами, кроме партии социалистов. Потому что с представителями партии социалистов, я уже не говорю о президенте, да, у него возможность общаться, она у него была. И он бы распрекрасно встретился на полях какого-нибудь форума или во время визита Игоря Николаевича в Москву. То есть, они бы это переговорили, они бы что-то решили. Понимаете? А здесь я все-таки вижу и желание господина казака все-таки пообщаться. И вот раз на это получается такой ответ, то здесь, наверное, какие-то есть варианты призадуматься. Но, опять еще раз говорю, не могу эту ситуацию... Я бы не назвал, какое оно решение бы не было от блока Кума, но по-любому я в любом случае не мог бы назвать это неуважение к господину казак или к каким-то другим. Оно может быть продиктовано какими-то политическими решениями, исходя из каких-то проголосовавших внутри самого блока. Но по-любому это не является неуважением. Это не признак неуважения к господину казак или к Российской Федерации или к другим вопросам. Я единственное только хочу сказать, что в политике, какая она не есть, штука, все равно присутствует слово культура. В данном случае давайте будем так говорить. Если вы говорите, неуважения здесь нет. У меня сложилось впечатление, что это все-таки дефицит политической культуры, если такое решение. Я думаю, очень хорошо воспитываю, поверьте мне. А я хочу сказать, что если мы не хотим говорить о культуре, давайте поговорим о рангах. Мне кажется тоже, что ведь не каждый чиновник должен встречаться со всеми, кого делегируют. С точки зрения дипломатии, протокола и так далее, я не буду сейчас переходить на личности, просто почувствуйте ситуацию по поводу рангов. Вице-премьер Российской Федерации вовсе не обязан встречаться с заместителем или рядовым членом одной из партий, которая даже состоит в парламенте. Это не уровень вице-премьера Российской Федерации. Лидер партии, да, однозначно да. Да, то есть присутствует и этот момент, например. Начальник отдела Восточной Европы Госдепартамента США может встречаться с лидерами партии, и он встретился с ними. Но я вряд ли поверю в то, что он был бы готов встречаться только с рядовыми членами партии, без руководства партии на месте. Это было бы странным даже с точки зрения протокола. Поэтому еще раз говорю, я просто на две чаши весов. С одной стороны, у нас встреча лидеров блока АКУМ с еврокомиссаром Ханом. Это очень хорошая встреча, хорошая, продуктивная. И тут же эти же самые лидеры блока АКУМ пока теоретически, опять же говорю, не готовы встречаться с вице-примером российского правительства. Очень странно. Нет баланса в отношениях с внешними партнерами. Вот на что я обращаю внимание. Вот спасибо вам, потому что я попыталась получить ответ интересный, я его получила. Вы знаете, ну конечно, особенно в молдавской политике добавлю, да. Здесь вообще все очень сложно, все очень непонятно. Здесь все вообще настолько интересно. Я вот прям как вижу глаза господина Хана, который говорит, вы знаете, у меня сложилось странное впечатление. У меня такое впечатление, да, что люди вообще не говорили друг с другом. Удивляется господин Хан, а мне его хотят сказать. Он недалек, как истины. Он недалек, как истины. Да, конечно, так вы понимаете, я то соглашусь, но согласитесь со мной, что это ужасно. У него впечатление совершенно правильное. Понимаете? Абсолютно правильное впечатление. Да, раз мы заговорили о господине Йоханни Сехане, да, насколько серьезно нужно относиться все-таки к визиту этого чиновника. Я не хочу сказать к самому чиновнику, да, потому что это было бы неприлично, политическая культура вещь. Еще прямо, если мы поймем, что он буквально, ну, последние дни все-таки находится на этой должности, потому что мы знаем, что были выборы в Европарламент, мы знаем, что теперь его голос не будет звучать так громко и ярко, тем не менее. Не дни, давайте тоже говорить, отталкиваться от протокола. Новый состав Европейской комиссии приступает к своим обязанностям 1 ноября. Поэтому нынешний состав, включая Йохана Сехана, почти полгода. Тем не менее, если отходить от протокола, возвращаться к вопросам политики, да, уже нынешняя Еврокомиссия считается уходящей. Поэтому ее встречи, ее обещания, мнения и так далее следует воспринимать как добрые, подчеркиваю, добрые пожелания, добрые намерения наших хороших партнеров. Но, к сожалению, в долгосрочной перспективе я не вижу развития какого-то. Да, они сейчас уйдут, во-первых, еще долго будут вестись переговоры между партиями, которые пришли в Европейский парламент. Сейчас сама Европа будет отвечена на свои внутренние дела. Интересно, какая будет коалиция у них, кстати, да? Кто-то догадет, лигралы зеленые. Очень непростые. Поэтому нужно поблагодарить господина Хана за уважение и интерес к Республике Молдова, но осторожно воспринимать пределы его влияния, скажем, на политический процесс. Он был вообще так серьезно настроен, он все время говорил, финансирование не получится, финансирование не получится. Это общая позиция. Да, и я поняла, что с нами разговаривают уже знаете Это было единственное, что он конкретно сказал в своей пресс-конференции, что в принципе первое удивление, что серьезных контактов с точки зрения рационального подхода не было, рационального, не эмоционального, а рационального подхода. Второе, то, что в случае, если не будет согласия, значит, и не будет в конечном итоге ничего создано, то тогда финансирование однозначно не будет. Первое. И второе, дал понять, что принципы этой коалиции, если они будут противоречить, и перечислил основные положения, принципы, начиная от проблемы развития демократии, правового государства, и так далее, и так далее, то, естественно, что это тоже будет повод основания внимательно оценить будущее правительство или будущую коалицию. Но мы затронули с вами тему о временности той или иной коалиции через призму того высказания, о котором говорил Казак. Но ведь он же сказал то, что соответствует международной практике. Как правило, абсолютное большинство коалиций, они ведь недолговечны. То есть они редко доживают до конца своего мандата. Как правило, так. Это международная практика. Тем более важно с самого начала четко определить, на каких основаниях, принципах вы создаете эту коалицию. Чего вы от нее, собственно, ожидаете. И вот где те пределы, о чем говорил, пределы того поля, которое вы хотите зачистить и как. Тем более, что в условиях, когда, значит, есть серьезные, скажем, противоречия между теми, кто собирается создавать коалицию. И вот здесь, конечно, я не могу не сказать, не ответить. Ведь, ну, будем рассуждать чисто вот как юристы. Мы же прекрасно понимаем, политики, но и юристы. Мы же прекрасно понимаем, что все должно делаться последовательно. Иначе, вот те задачи и цели, которые, допустим, были сформулированы блоком АКУМ, как цель, задача, она ведь не может быть реализована через голосование только пяти, шести или семи законов. Просто. Они должны быть, во-первых, они должны быть хорошо подготовлены. Так, чтобы не допустить последующих каких-то влияний и мнений интересных со стороны Конституционного суда. Они должны быть, должна быть правительством подготовлена почва для реализации этих соглашений. Для реализации этой цели и задач, возможно, может быть, даже понадобится и вносить изменения в Конституцию. А для этого требуется больше, чем месяц, два или три. Поэтому наша позиция партии социалистов была именно такая всегда, и мы ее сформулировали. Но не надо нам жить сегодняшним днем. Даже если мы собираемся, значит, конкретную, очень серьезную задачу решить, так давайте мы продумаем, что это должно быть в основе этого положено. На конкретное соглашение, на более длитний срок. Не просто идти по принципу, вот вы нам это все даете, а мы это все реализуем. Именно поэтому мы и пришли к выводу, и, кстати говоря, эта практика, опять же, международная. Партия, которая набрала большее количество голосов, она говорит первое слово формирования коалиции. И сказали первое слово, вот мы хотели бы, чтобы нам, мы бы проголосовали за спикера. Потому что без спикера дальше ничего вообще невозможно делать в парламенте. Вообще ничего. И все мы с вами уже убедились на протяжении этих трех месяцев. Таков закон, того конституция, таков регламент парламента. Дальше. Для того, чтобы, значит, был избран спикер, конечно же, мы должны заранее договориться, что это так. Не просто, вот как в последний раз вы сделали предложение. Давайте соберем, созовем заседание парламента. И что? И ничего. И ничего. Это было очень хорошо. Посидели, извините, потрындели и разошлись. Потому что в конечном итоге, когда... Нет, мы не потрындели, мы подождали вас. Нет, ну... 35 депутатов. Нет, ну... Еще фэлфи наделали. Если вы собрались. Смотрите, смотрите. Давайте... Тем более, что у нас есть еще один очень серьезный аргумент, объяснение и мотив, почему мы именно определились. Давайте с нашей стороны это будет избрание представителя парламента. Потому что для нас, для, значит, председателя, президента, который был поддержан и выдвинут партии социалистов, это очень важно, чтобы председатель парламента был наш. Мы знаем почему. Потому что практика нашего конституционного суда по временному отстранению президента может быть заблокирована только председателем парламента, а также по конституции. Поэтому это было абсолютно все четко и ясно. Почему на этот вопрос мы до сих пор не имеем четкого и ясного ответа, это тоже удивительно, все эти три месяца. А ведь без этого невозможно дальше идти. по пути формирования правительства. А основание для распуска парламента связано с несозданием правительства с момента валидации мандата, то есть с 9 марта. Оснований будет больше, если мы не собираемся. Нет, нет, я говорю реальное. В том числе и непринятие закона. Нет, это непринятие закона, это следующий этап. Господин Циркан, я не могу не согласиться со всем, что вы говорите. Вы говорите все очень правильно. Но с теми, что мы сидели в шестером и ждали, вот все, что вы говорите, надо было садиться и начать разговаривать. Вот вы говорите о том, что мы написали какие-то проекты законов, а не какие-то никакие. Очень хорошо. Есть ваш опыт, господин Циркан, у вас есть опыт, вот ваши были парламентарии 4 года, у вас было такое хорошее количество депутатов в вашем прошлом парламенте. Вот эти люди вместе с нашими садились бы за стол, написали бы новые, дописали бы, особенно у вас в 2016 году все эти законопроекты были написаны, вы их выдвигали. То есть было огромное количество совместных пунктов, но надо было садиться. Вот мы дошли до 3-го числа и мы все говорим, что надо было бы. Вот вы говорите о том, что мы пришли и сели. Да. Но с моей точки зрения, я считаю, что лучше прийти и сесть одному и показать, что надо хоть что-то сделать, чем просто говорить о том, что вот вы пришли от 26, а у вас не было 33. А гораздо лучше и эффективнее и рационально было бы. А вы не пришли за телекамер. Мы пригласили вас. Чтобы вы ответили на конкретный вопрос нам. Да, мы согласны и готовы избрать. А где отвечать, если мы не садимся за стол? А у меня есть предложение. Вы просто динонсируете то, что вы... Вы все время в фейсбуке в конкретных грехах не ведете, что нет? Нет, 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 нет. Делается все проще. Просто они динонсируют тот свой меморандум, по которому они обязались не вступать в коалицию ни с какой парламентской фракции. Это было бы как доброе начало. Он очень четко сказал, создание коалиции предполагает отказ партии, которые создают коалицию, от определенных предвыборных обещаний. Хорошо, я вас хочу вернуть к визитам. Или у вас что-то важное? Вот очень важная реплика по поводу господина Суркан сказал про большинство. Я вспомнил, что если внимательно прочитать или послушать заявление господина Хана, то в нем между строк говорится намек на то, что стабильная коалиция или стабильное парламентское большинство – это именно большинство, а не миноритарное правительство. Это было четко, довольно прозрачно сказано. То есть полноценное, абсолютное парламентское. Да, я очень надеюсь на то, что в блоке ОКОМ поймут этот месседж и откажутся хотя бы от одного требования создания миноритарного правительства и будут готовы говорить о большинстве. Потому что миноритарно по определению не может гарантировать стабильность. По определению. Человек не может стоять на одной ноге долго, и правительство не может опираться на одну партию, которая представляет одну четвертую часть. Есть какая-то объективная реальность. Ничего субъективного на этом нет. Вы знаете, я озвучу свою позицию, свою личную. Моя, Боля Владимировна, когда мы все сидим, говорим обо всем. Я все время говорю, вот, миноритарная позиция и так далее. То есть я все время озвучиваю таким образом. Если мы находим какие-то... Потому что с моей точки зрения, точно как говорил политик с России, из Германии, политика – это про людей, проблемы людей и пути решения вот этих всех проблем. И все. И больше ни о чем. Политики являются инструментом. Это вилка на столе. Вот мы садимся кушать, берем вилку, ложку, вот это инструменты, с моей точки зрения. Политики являются инструментами. Это не является решением проблем. Смотри, если мы находим в процессе разговора, переговоров, встреч с социалистами, какие-то общие возможности решения каких-то миноритарных, значит, есть возможность создания и более обширной коллекции. Потому что мы должны решать в общем проблемы долгосрочные. Я все время говорил на всех вот этих передачах, что проблемы с сегодняшнего дня – это конечный пункт 91-го года. Мы к этому дню шли с 91-го года. Вот такое поступательное движение было назад. Его можно таким образом назвать. Потому что все, что мы имеем сегодня, это все мы строили с 91-го года. Мы откатились назад. Да, господин Боря – это не первый раз говорит. Я действительно в эфире в этом говорил. Я, если позволите, верну вас к визитам. И хочу, чтобы мы сейчас поговорили о визите господина Брэдли Фреддена. Вот смотрите, если в понимании журналистов, ну, Хар, говорят, по приглашению Акома, ну, Казак, ну, понятное дело, президент, социалисты. К кому прилетел, значит, господин Фредден? Это хороший такой вопрос. Почему? К предложению, да. И я уточню, знаете, чем более странным этот визит еще выглядит? Ну, а с кем он будет тут встречаться по правительственной линии, с правительством, которое сейчас неуполномоченно, не принимает никакие, которое временное, которое бесполномочное? Созникает хороший вопрос. Зачем сюда приехал представитель Госдепа? Кто его, собственно говоря, пригласил? И какие вопросы, если у вас есть какая-то информация, он все-таки обсуждал на этих встречах? Все на поверхности. Я вот еще раз повторю то, что сказал в начале передачи. Господин Брэдли Фредден, начальник отдела Восточной Европы Госдепартамента США, приехал с регулярным визитом, который все начальники такого ранга, рано или поздно, с определенной регулярностью, совершает в свои, так сказать, подопечные страны. Не будем искать, опять же, никаких теорий и заговоров здесь, хотя, конечно, велик соблазн совместить это все с визитами двух других, сказать, ой, какое совпадение. Тем не менее, господин Фредден, чиновник Госдепартамента, дипломат, который приехал изучать ту страну, которая находится в ведомственном ему регионе. Но так получилось, что совпало с визитами Казака и Хана, поэтому я считаю, очень хорошее совпадение, даже если оно случайное, потому что, я думаю, дипломаты такого уровня найдут время между собой пересечься на кофе подальше от наших журналистских глаз и поговорить о ситуации в стране, я считаю, что это скорее хорошо, чем плохо, потому что внешние партнеры смогут сверить часы, не отходя от кассы, как говорится, то есть приехали втроем, вот втроем разговариваете теперь, решайте. Это было бы вообще. Это было бы отлично. Кстати, я вот сегодня где-то увидел, проскочил в интернете, что вот, внешний партнер оказывает давление на Молдову, никакого давления нет, я вот сколько сегодня видео слышал, даже намека на давление нет, хотя если три партнера эти соберутся, они при желании могут все что угодно в Молдове сделать, но они этого не делают, потому что они все-таки имеют дело с европейским государством, где живут грамотные люди, а не какой-то бантустан, поэтому они приехали не колонизаторы туземцев обучать, они приехали разговаривать с партнерами, которых считают равными. Но если эти партнеры, как вот говорят на государственном языке, ада-ду-вада, да, если эти партнеры не демонстрируют умение быть равноправными, разумными, адекватными, дальновидными и так далее, тогда, сори, западные дипломаты не виноваты. Благодарю вас, очень интересный ответ, Владимир Иванович, ну смотрите, приехал господин Фредон как к равным партнерам говорить с нами, мне вообще нравится вот это, как это все звучит, на самом деле. Вы какие-то увидели здесь подводные камни в визите представителя Госдепа? И увидели ли? Может быть, вы тоже скажете, что это совершенно случайно? Ну я думаю, что это совпадение не случайно, при всем при том, что лежит на поверхности, что они должны периодически приезжать в эти страны, которые входят в круг их, так сказать, компетенций в этом смысле. Но этот визит не случайно, наверное, и совпадение это не случайно, наверное, что в один день все втроем. А вот остальные камни, подводные или надводные, я думаю, что, наверное, прежде всего сам представитель Госдепартамента, наверное, где-то в более прямой форме, где-то в более завуалированной, наверное, высказал именно тем, с кем он беседовал. И в этом смысле я еще раз подчеркиваю, очень важно, чтобы на этих встречах были именно лидеры партии, руководство партии, потому что тогда эта информация не превращается в какой-то испорченный телефон или эти мессенджи, потому что это свойство человека иногда, так сказать, трансформировать с какими-то добавлениями, которые он хотел бы услышать, или исключить то, что он не хотел бы услышать. Но я еще раз повторю. Самое главное, все-таки, вот вы сказали самое главное, не случайно. Я послушаю, что в Гастанболе скажет. Вы как считаете? Ну как, вы знаете, как говорят, что лучшая импровизация – это хорошо подготовленная импровизация. Случайно, не случайно, это не суть. Очень хорошо, что они приехали все, со всех трех сторон. Очень хорошо, что они встречаются с лидерами наших политических партий, разговаривают со всеми. Очень хорошо, что вот этот лед между всеми вот этими нашими игроками начинает ломаться, начинают какие-то разговоры, начинаются какие-то, не знаю, встречи, еще что-то. Потому что, я вам еще раз говорю, как сказал вначале, у нас два с половиной месяца у нас было вообще ничего. Вот у нас было ничего. А это было ненормальным. И, на мой взгляд, даже вот в последний час, ну хотя вот сейчас еще можно все исправить, еще можно очень многое сделать, можно сделать еще очень многое. И очень хорошо, что все приехали. И каждый должен озвучить свою позицию. Безусловно, я всех слушал, кроме американцев, я его не слушал вообще, никаких заявлений делал. А все остальные очень четко, очень тактично говорили про Молдову, говорили про наши внутренние проблемы, давали какие-то советы, очень хорошие советы от очень высоко поставленных людей, которые понимают в этих вопросах. То есть, я ничего плохого в этом не видел вообще. Да никто не говорит, что это плохо. Просто мы попытались как-то эту ситуацию пояснить для телезрителей. Это очень хорошая ситуация для Молдова. Я предложу вам пофантазировать на тему. Вот смотрите, позиция России устами господина Казака нам понятна. Вот он высказался. Так как высказался, но хоть есть какая-то четкость в его увидении. Он сказал, какой он видит эту коалицию. А как вы полагаете, Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки, какую бы коалицию предпочли увидеть они? Ведь у них же тоже есть интерес, и они не скрывают его. Господин Боля. Вы знаете, я не думаю, что позиции Евросоюза или позиции американцев, по крайней мере, то, которое они высказали, хоть чем-то отличается от позиции господина Казак. Потому что, в принципе, и одни, и другие говорили о том, что один сказал это прямым текстом, что надо делать коалицию с народом. А все остальные говорили, что надо говорить со всеми партиями, которые вошли в парламент, если вы помните. Это не в прямом, а даже в переносе с ИС тоже означает то, что надо делать с народом. То есть все партии, за которые проголосовали и прошли в этот парламент, они легитимные партии для того, чтобы с ними вести переговоры. Я поняла. Главные слова, что вы не видите различий в видении у России и у Соединенных Штатов Америки, и у Европейского Союза. Более того, даже представитель России сказал то, что надо смотреть на то, что говорила Еврокомиссия. Я смотрю, больше всего вам понравилось. Базиса представителя России. Вы с вами инцитируете. Он был удивительно откровенен, поэтому его хочется цитировать. Господин Варданян, вот смотрите, нам что говорят, что Соединенные Штаты Америки никогда в жизни не поддержат, чтобы власть в Молдове хоть каким-то образом, хоть каким-то боком будет принадлежать партии, которую как-то можно назвать пророссийской. Я в ответ скажу другое. Мне интересно. Я в ответ скажу другое. Если верить сообщению мировой прессы, то где-то пару недель назад Трамп запросил сам личную встречу с Путиным на полях саммита Большой Двадцатки, который начинается через пару недель в Японии. Сам запросил встречу с Путиным. Не важно по какой теме, не важно, что он хочет от Путина получить. Сам факт того, что такие встречи востребованы, говорит о том, что теоретически согласие, в том числе по Молдове, найти можно. Тем более, что мы чаще всего рассматриваемся в одном пакете с Украиной. Это отдельный разговор. Другое дело, что в Белом доме в Госдепартаменте, как и в Кремле, тоже много башен. Поэтому далеко не все окружение Трампа готово выстраивать конструктивный диалог с Российской Федерацией. И что в этом самое удивительное, наиболее конструктивным сторонником диалога с Россией является самый большой ястреб Джон Болтон, который считался чуть ли не сторонником войны с Россией, хотя это абсолютно неправда. Какую позицию в этом держит Майк Помпео, глава Госдепартамента и подчиняющиеся ему лица, которые ведут отделом Европы и Евразии, то есть преемники госпожи Нуланд. Потому что Фредден стоит на ступеньку ниже, он не на этой, он чуть ниже считается. Поэтому кто дал ему инструкции, какие инструкции, что он сообщит по прибытию в Вашингтон, мы, конечно, не знаем. Но в целом я наблюдаю, что несмотря на все санкции и конфронтационную риторику, между США и Россией проглядывают ростки какого-то конструктива. Поэтому возможно, возможно, можно найти компромисс и в том числе по Молдове. Но у нас еще 21 июля досрочные выборы в Украине, что добавляет, конечно, драмы в этой всей ситуации. И поэтому, если еще добавится досрочный выбор в Молдове, чего я лично очень не хочу, тогда все опять запутается и все усложнится. Вам будет что добавлять к этой позиции? Я думаю, что эта встреча, которая, возможно, скорее всего, состоится, Трампа и Путина, к сожалению, для Молдовы поздновато. Ну, кто знает. По отношению к той ситуации, которая у нас сложилась. Да, Владимир Иванович, но у нас в Приднестровье... Нет, секундочку. У нас с Приднестровской проблемой. Я думаю, что... Нет, конечно. Давайте вот не будем это примыть. Мы говорим о сиюминутной ситуации, поэтому... Сиюминутной, да, но в принципе... Хорошо. Нам надо решать, будет вопрос. Вы готовы сейчас... Вот такой вывод. Вы готовы сейчас ответить по поводу позиции партии на приглашение? Либо это все будет решаться позже, или у вас нет официальной позиции? Нет, я думаю, что завтра с утра она будет озвучена. Может быть, сейчас вот буквально в течение какого-то времени будет озвучена позиция на этот счет. Единственное, что, к сожалению, вот я свое мнение тоже скажу. К сожалению, в этом приглашении я внимательно посмотрел пресс-конференцию госпожи Санду и Андрея Анастасии. Я опять не услышал конкретненьких. Мы приглашаем. Мы будем обсуждать. У вас есть уже конкретный ответ на наше предложение? Спикер Зинаида Гречаны, премьер-министр Майя Санду. И в таком случае действительно все вопросы можно порешать в течение одного дня. Первая половина дня избрания рабочих органов, руководства рабочих органов парламента. Вторая половина дня вынесения президентом кандидатуры, значит, премьер-министра. Буквально на следующий день можно говорить уже обсуждение программы. Я не знаю, какое решение вы примете, но я считаю, что надо прийти, сесть за стол и дойти до какого-то общего знаменателя. И все. Вы знаете, но я хочу решать, надо было давным-давно уже дать ответ. Можно я здесь встряну, потому что есть что сказать. Многие ждали, на самом деле, как будет ситуация меняться после визита. И так скоро, после встречи, именно с представителем США и Европейского Союза, появилось вот это приглашение от блока ОКОМ. Но, смотрите, чем ОКОМ аргументирует. Я хочу это зачитать. У них очень серьезная аргументация. Они говорят так, что... Почему? Потому что ДПМ готовится к захвату власти. Это они говорят. Они говорят, что мы слышали все больше информации, что Демпартия хочет поставить своего олигарха на публичную должность и пытается усилить этот режим на долгие годы. Это, опять же, они говорят. И мы в блоке ОКОМ не можем этого допустить. То есть они стали говорить, что ситуация ужасно серьезная. Я правильно вас понимаю, господин Борис? Это очень веские причины. Да. То есть они возникли когда? Я думаю, они возникли давно. Они просто сейчас имеют возможность продлиться еще на 4 года. То есть это означает, что партия ОКОМ наконец-то... Не партия, а блок ОКОМ наконец-то, да, вот он понял всю серьезность этой ситуации и придет на эти переговоры. Не давно об этом говори. Нет, просто мы... Мы сейчас подчеркнули и три вопросителя знака. Подчеркнули красным и три вопросителя знака. Вот это значит... Вот восклицательных. Вот хорошо. Извините, восклицательных. Мы сейчас еще правила грамматики. Да, 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 извините. Я поняла. Господин Варданян, вы как полагаете, что заставило ОКОМ вот прям так вот такие слова говорить, предупреждать? Ведь раньше, я не хочу, чтобы господин Варданян на меня обиделся, но раньше, когда социалисты приглашали к диалогу, ОКОМовцы что говорили? Да мы вообще не пойдем, потому что... Вот пусть они... Это было раньше. Это в начале было. Хорошо. Исключительно. Надо быть справедливым. Один раз не считается, да? Да. Вот вы как поясните это? Меня беспокоит то обстоятельство, что Демпартия решила забронировать себе чуть ли не весь центр Кишинева как раз в те последние дни, которые остались до возможного формирования правящей коалиции. Я опять же не верю в такие совпадения и считаю такие шаги Демпартии почти неприкрытым давлением на общество, на социалистов и на блок ОКОМ. И мне интересно, ну наверняка сегодняшние эмиссары приехали хорошо информированными на этот счет, наверняка они знают, что здесь будет через пару дней, да, на площади творится. Я думаю, что они тоже сделали выводы, провели консультации и какие-то месседжи обратные послали Демпартии, с которой они встречались. Ну посмотрим, насколько Демпартия вняла этим советом, но практика показывает, что Ванька слушает и доест. Всегда, всегда. Вот на самом деле, ведь серьезные такие получаются вещи, говорят представители ОКОМ. Владимир Иванович, вы же еще и экс-министр внутренних дел. Зачем партия на несколько дней бронирует главную площадь страны, вызывает туда сторонников, и что из этого может получиться? Я думаю, тут не надо быть даже бывшим экс-министром внутренних дел, чтобы понимать, что это для того, чтобы провести мероприятие массового характера. А мероприятие массового характера, это не концерт, в данном случае они собираются проводить, а мероприятие для оказания действительно определенного давления. На парламент. Не будем говорить сейчас на кого, но на парламент. А что будет? Вот что они будут говорить на этой площади? Они выйдут и скажут, мы хотим уже, чтобы депутаты создали. Самое интересное, что они даже не озвучили цель этого митинга. Цель этого митинга они не озвучили. Просто потусить. Просто забронировать. Это круто. Если потусить, то нужно пожелать оттянуться. Тем более, я думаю, что с одной стороны это, опять же, не случайно, что буквально через час после отлета Хана Акум взял это заявление. И предложение, и я надеюсь, что в этот раз-то они уже, посоветовавшись с Ханом, прекрасно поняли, что хватит уже, вот мы на три месяца представителя парламента изберем, а потом он уйдет в отставку и так далее. Но это детские игры были видны всем абсолютно, что это детские игры. Я надеюсь, что если в конечном итоге они сформулируют четко свою позицию, то тогда и разговор, возможно, предстоящий. Хорошо. И у нас уже остается мало времени. И я задаю вам последний вопрос, он очень важный. Как вы полагаете, вот эти сегодняшние визиты, отодвинули ли они все-таки перспективу досрочных выборов? Это первый вопрос. И второй вопрос, будет ли означать дальнейший ход событий, свидетелями которыми мы все будем с вами являться, и в том числе результатом влияния какого-то зарубежных политиков на политические силы? Ведь потом будут говорить, вот, а это было потому, что этот приезжал и то им сказал. Ведь так? Господин Вардарин. Я буду краток, я скажу немножко по-другому, что в нынешних условиях, при сохранении нынешней избирательной системы, которую я всегда критиковал, проведение досрочных выборов в условиях, опять же, захваченного государства, когда ничего не поменяется, мы опять придем на выборы в тех же условиях, это катастрофа. Поэтому я очень хочу, чтобы мы избежали досрочных выборов, но надеюсь, что это будет сделано не любой ценой. Так, что вы имеете в виду? Многоточие поставлю. Я бы, наверное, вот эти многоточие раскрыл следующим образом, не ценой того, чтобы отказаться от тех основных принципов, которым следует партия. Но для того, чтобы отработать во благо народа от ряда каких-то определенных обещаний, значит, или стремлений к должностям, тут надо уже подходить более рационально. Поэтому я еще раз говорю, что надеюсь, что все-таки АКУМ в конце концов созрел после этих визитов и после этих, значит, заявленных так называемых митингов. Но если это не произойдет, тогда, к сожалению, в принципе, вероятность досрочных выборов еще витает. Но самое печальное то, о чем сказал сейчас коллега, что проблема в том, что ничего не изменит с точки зрения пропорционального расклада эти выборы, серьезных изменений не будет. Большинство решающего никто не будет иметь. И в этом случае мы только будем сожалеть о потерянном времени и шансе сейчас создать. А может и нет. Действительно, 61 голос – это очень серьезно. Конечно. Это очень серьезно. Сделано в том, что я очень часто прихожу на передачи сюда и благодарю Людмилу за приглашение. Вылка. Да, да. И всегда социалисты имеют такую чуть-чуть неуважительную риторику, как умовцы. Понимаете, вот всегда, мы можем посмотреть по всем передачам, вы это заметьте, это не предполагает какого-то сближения или какого-то желания работать, сотрудничать. Это то, что касается вообще риторики, слов, которые вы просто бросаете, они очень обидны, такие слова. Ладно. Что касается досрочных выборов. Да, вопрос был в чем, что отодвинули ли эти встречи, эту перспективу. Я никогда не верил в возможность досрочных выборов. Вообще, начиная с 25 февраля, ни разу. И я всегда, даже у вас тут на передаче говорил. Что касается прихода западных, отодвинули ли они, нет. Конечно, самую важную роль, которую они сыграли, это то, что они делают такой импульс в политической жизни в самой Молдовии. Вот они, вот этот импульс, на мой взгляд, я считаю, очень необходимым. Хотя бы на этой последней стометровке, чтобы люди поняли, что все политические стороны, которые были вовлечены в этот процесс политической жизни в Молдове, сделали все, что смогли. И все. Благодарю вас, время у нас вышло. И давайте подводить итоги. Вы знаете, есть еще одна версия, почему, собственно говоря, все происходило сегодня так, как оно происходило. Дело в том, что и европейский чиновник, и американский чиновник, и представители правительства Российской Федерации очень давно поняли, в принципе, нравы нашей политической элиты. И вот так, как это все было, знаете, было почему так? Потому что никто напрямую из них рисковать своим авторитетом больше, исходя из молдавской нашей действительности, не хочет. И потому все, о чем они говорили, это было за закрытыми дверями. Информацию нам строго, опять же, дозировали. То, что они считали нужным. И авторитет свой никто из них не поставил. Мне кажется, политикам нужно об этом тоже подумать. Большая политика готовится за закрытыми дверями. Это правда. Благодарю вас за то, что вы пришли. Вы смотрели программу «Полюс». Мне остается пожелать вам всего самого доброго и доброго вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова